Маленьких простых действий, которые природу и природу возвращают, помогают ей и компенсируют вот это вот воздействие. Я подчеркиваю, экопрактика – это для города, не для заповедника, не для пространства, которое где-то далеко самого становится без нас, и где просто не трогай. Мы говорим о небольшом участке, допустим, долины реки, может быть, это даже двор, в котором все равно можно помочь природе. И наши экопрактики – это как бы небольшие, можно сказать, упакованные методики, которые позволяют помочь почве восстановить ее, помочь насекомых, обеспечить им местом жизни и питанием, помочь птицам. Актуальная экопрактика – обеспечить птицам места обитания. И место обитания – это не только гнездо, это не только скворечник. Некоторые птицы живут прямо на земле, это соловей, заряночка любит близко. Много лесных птиц живут прямо на земле, либо близко к земле. Следовательно, им нужны густые заросли. И вот у нас есть заборчики из трухлявых заповедников, у нас есть правило не выходить на склоны, и у нас есть способ высаживать густые кустарники, которые к тому же кормовые. То есть мы высадим рябину, боярышник, шиповник, и таким образом сделаем птицам укрытие и в то же время подкормку. Птицам, которые делают гнезда в дуплых деревьях, в городской черте получается и вовсе жить негде. Им необходимы домики – скворечники, синичники и так далее. Будете в саду соловьев, обратите внимание на схемы, какие домики для каких птиц пригодятся. Осенью те, что развешаны ранее, обязательно нужно чистить, готовить к весне. Ну и развешивать новое тоже можно осенью. Будет где зимой погреться тем птичкам, кто навестит правильные кормушки с правильной подкормкой. Кормите по чуть-чуть и наблюдайте. Положите чайную ложку корма, который вы считаете правильным, ну, прочитайте, наверное, где-то и наблюдайте. Если не съели, почистите кормушку, не оставляйте там плесни, ведь вот то, что вы положили, никто это не ест. Несоленые, нежареные семечки подсолнечника – оптимальное угощение. Кусочки сала, когда станет морозно. Категорически нельзя черный хлеб, а зерно, как следует из экопрактик, птицы просто не любят. Мы подкармливаем маленьких лесных птичек. Поэтому наша кормушка маленькая, висит на веревочке, раскачивается и недоступна для крыс и для ворон с голубями, для крупных птиц. Если кормушка висит, ее очень легко почистить, просто вытряхнуть куда-то в ведро или шелуху на землю вытряхнуть. Если кормушка стационарная, с ней сложнее работать. Очистить кормушку надо. Это всем понятно, да, чистота – залог здоровья птиц тоже. Именно подкармливать, а не кормить. Чтобы не потеряли природные способности находить себе пищу, птиц нужно вперед с ноября по март. Потом кормушки убирают.